Форум деловых контактов «Брест-Китай. Стратегическое партнерство» начал свою работу в городе над Бугом. Его цель – усиление взаимодействия первой региона и Китая как в культурном, так и в экономическом планах. Сегодня взаимовыгодное сотрудничество Брестской области и Подниместной успешно развивается. Торгово-экономические отношения демонстрируют хорошую динамику. В 2023 году Китай стал вторым внешнеторговым партнером для Брещины после России. Лучше всего говорят, наверное, цифры об экономике, о том, как развивается сотрудничество. За последние 10 лет, к примеру, если сравнивать, у нас товарооборот вырос в 2,5 раза, сегодня об этом говорилось. И экспорт, который для нас, наверное, наиболее важен в 3 раза. Что поставляем в Китае? Это товары машиностроения, лесопереработка и товары, сельскохозяйственные товары, продовольственные товары, ну и, конечно же, удобрения. То, что сегодняшнее мероприятие, я думаю, что принесет какие-то новые прикладного характера договоры по стимулированию инвестиций. У нас готовится, в принципе, отработано соглашение по торговле услугами через день инвестиций. И будет подписано, надеемся, что будет подписано в апресте этого года в рамках визита высокого уровня. Надеемся, что этот документ будет способствовать действительно увеличению экспорта услуг. Если в прошлом году экспорт услуг по сравнению с 2022 года вырос в 1,7 раза, то еще где-то 15% за ближайшие 3 года также вырастет. Мы понимаем, что экономика Китая очень мощная, население большое, территории колоссальные. И на этом фоне, казалось бы, маленькая Беларусь. Но в то же время тот товарооборот, который у нас сейчас имеется, достаточно сказать. 32 года назад, когда мы устанавливали дипломатические отношения и сегодняшний день, рост товарооборота у нас увеличился в 140 раз. Это только о торговле. Я не говорю о социально-культурных и иных связях. Наши лидеры задают тон нашему взаимодействию. Они встречались 14 раз. И каждый раз эти встречи приносят новые результаты. Форум Брест-Китай «Стратегическое партнерство» – это первая настолько масштабная площадка в Брестской области, которая, несомненно, посвособствует развитию межрегионального сотрудничества. Партнеры Первой региона из Китая отмечают, что они любят один раз увидеть своими глазами, чем сто раз услышать. Для них форум – уникальный способ познакомиться с Брещиной лично. Я счастлив быть здесь. Мы приехали из Гонконга в составе большой делегации. Отрадно, что белорусское правительство открыто к конструктивному диалогу с Китаем. Мы хотим работать с вами. Мы приехали сюда, чтобы все изучить, встретиться с представителями бизнеса и надеемся, что будем только усиливать наше сотрудничество. У Гонконга очень хорошее предложение по частным инвестициям, развитию здравоохранения, доктора и технологии. Мы можем по многим направлениям помогать и быть полезными друг к другу. Я читаю эту форуму очень во время приглашали из Китая делегации, потому что приехали очень разные провинции, городов, отрасли, представители, чтобы больше знали Белоруссию и больше, ближе знали Брестскую область, и позже узнали, какая возможность Брестской области, что можно какое направление более объективно, результатное сотрудничество. В промышленности, в принципе, сегодня у нас подписано несколько соглашений, которые строительные, которые, обедовые, какой-то завод, уже подписаны соглашения с Брестской областью, поэтому я думаю, что в ближайшее время будут реализовать эти проекты. Во время церемонии торжественного открытия форума к участникам мероприятия обратился председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко. Он отметил, что Первый регион – это уникальная площадка для различных стартапов и развития бизнеса. А разнообразные льготы, кадровый потенциал и близость к Европейскому Союзу делают Брещину весьма привлекательны для инвестиций. Международный форум деловых контактов в Бресте всегда будет в числе брендовых мероприятий, нацеленных на развитие взаимодействия бизнеса и государства. Складывающаяся политическая тенденция, а также высокий уровень межгосударственного доверия между Беларусью и Китаем позволили в этом году сконцентрировать внимание на белорусско-китайском векторе сотрудничества. Несмотря на то, что Брестская область торгует с 88 странами мира, Китайская Народная Республика является вторым крупнейшим партнером в части внешней торговли. В настоящее время мы сотрудничаем с четырьмя провинциями Китайской Народной Республики Хуабэ, Каньхой, Шан-Си и Лиа-Ми. В части взаимовыданных направлений сотрудничества – это сфера торговли, логистики, образования, культуры, медицины, туризма и многие другие направления. Сотрудничество Первой региона с китайской стороны только набирает обороты. В рамках открытия делового форума между Брестской областью и Поднебесной был подписан ряд двусторонних соглашений в сферах торговли, медицины, образования и промышленности. В частности, были подписаны соглашения между Брестским государственным университетом Мини Пушкина и Китайским международным образовательным фондом Анхойским университетом. Соглашение направлено на три основных момента могу выделить. Это осовершенствование материальной базы Института Конфуция. Нужно оборудование, нужна методическая литература, литература для изучения китайского языка. И об этом мы договорились. Второе направление – это расширение, укрепление, так скажем, кадрового состава. Ведь в Институте работают, должны работать и работают на сегодняшний момент профессионалы, которые владеют, филологи профессиональные, которые владеют методиками изучения китайского языка как иностранного, преподавания китайского языка как иностранного. Это важно. И мы в дополнительных кадрах такого рода нуждаемся. И третья линия – это развитие и увеличение, так скажем, в количественном плане обменов студентов, преподавателей между вузами-партнерами. Кроме этого, есть в планах проведение переговоров. Это завтра состоится для развития линии научного сотрудничества. Это тоже чрезвычайно важно в наших партнерских взаимоотношениях. Гостям форума предстоит важная масштабная работа – обсуждение вопросов в секциях, презентация инвестиционного потенциала и туристических возможностей Первого региона, посещение промышленных объектов, а также проведение контактно-кооперационной биржи. Все подробности мы расскажем в большом итоговом выпуске. Василина Бузкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.